В резервном фонде Сарова 9,5 миллионов рублей. С начала года около 500 тысяч потратили на поддержку пострадавших и борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Режим ЧС в городе снова введен и возмещать все убытки, связанные с пожарами, планируют также из резервного фонда, но уже после снятия режима чрезвычайной ситуации в городе. При этом часть средств фонда постараются сохранить. Если мы сейчас все существующие средства, имеющие средства, потратим на возмещение ЧС, связанных с пожарами, то год еще не завершен и пандемия тоже у нас не завершена. Мы просто боимся, это не значит, что мы сейчас все средства резервного фонда потратим на ликвидацию ЧС. Предполагаем, что их затрат будет меньше. Просто как бы остаток года, оставшуюся часть года, боимся оставаться без запаса. Больше 30 миллионов потратят на строительство дороги по улице Чкалова. Этот проект пока находится в разработке. Речь идет об участке протяженностью 317 метров от улицы Академика Негина до Лесной. Сейчас здесь нет ни тротуаров, ни освещения. Улицу планируют сделать двухполосной. С шириной полосы движения до 4 метров и шириной тротуаров 3 метра со скоростью движения в 40 километров в час. По предварительным данным, полная стоимость работ составит 72 миллиона. Сейчас мы заложили максимальные стоимости этого строительства. Еще раз повторюсь, что размещение будет после получения положительного заключения государственной экспертизы. Средства полностью все местного бюджета, то есть улицу Чкалова мы строим за местный бюджет. В адресную инвестиционную программу Нижегородской области, соответственно, этот объект не включен. Также в рамках программы «Городское хозяйство» и «Транспортная система города» около 300 тысяч выделят на выполнение работ по благоустройству набережной реки Сатис от Маслихинского моста по улиц строителя Захарова. Эта территория набрала наибольшее количество голосов в рейтинговом голосовании по выбору общественной территории для благоустройства в прошлом году. На художественное оформление и установку оборудования к Новому году потратят около 16 миллионов рублей. Это первые средства, которые выделили в бюджете для подготовки к празднику. По поводу места конкретных, места расположения этих малых архитектурных форм, там свисящихся фигур, в настоящее время прорабатывается Департаментом архитектуры и Департаментом городского хозяйства. Понимаем только то, что предварительно затронуты все районы города. На приобретение дорожно-коммунальной техники для города потратят еще около 3,5 миллионов рублей. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.